Добрый день, уважаемые коллеги! У меня сегодня задача достаточно приятная, интересная. Я хочу презентовать нашу новую систему, которая называется Science Space, и которая, собственно говоря, как раз и предназначена для издаческого сообщества, для издательств, редакции научных журналов, научной непериодики. И мы давно, в общем, хотели это сделать, еще в прошлом году даже хотели, но, к сожалению, в прошлом году не получилось по известным причинам. Но вот теперь такой случай наконец-таки выпал, и мы с радостью, собственно говоря, на этой конференции и сделаем. Ну, многие, наверное, знают уже, что вот есть у нас система Science Index, которая рассчитана на научные организации, которая позволяет им полностью управлять представлением публикации сотрудников этой организации в РИНС и получать какие-то аналитические отчеты, делать какой-то анализ по этим данным. Вот система – это примерно то же самое, но уже рассчитана на научный журнал, и возможностей у нее на самом деле больше, потому что вот журнал, как таковой, это более такой интересный объект с точки зрения анализа и статистики. Какие основные задачи решает эта система? Ну, многие знают, что есть определенные проблемы с работой со своим контентом в базах данных научного цитирования, связанные с тем, что, ну, периодически вы находите там какие-то ошибки, что-то не попало, что-то нужно добавить, что-то исправить, и, к сожалению, это всегда превращается в некую сложную процедуру, то есть нужно обращаться в службу поддержки, просить что-то изменить, это затягивается. И вот в данном случае система Science Space позволяет издателю полностью управлять своим контентом в РИНС и на E-Library.ru. То есть любые изменения, дополнения, добавление новой информации, то есть вы можете, собственно говоря, даже грузить новые выпуски или какие-то архивные выпуски добавлять через эту систему. Она полностью поддерживает весь объем необходимых метаданных, которые есть в РИНС и позволяет максимально, скажем так, качественно сделать эту работу, то есть довести информацию, которая представлена в РИНС по вашим журналам, до практически идеального состояния, привязав всех авторов, все организации. Можно найти все ссылки, которые есть на ваш журнал, даже те, которые автоматически не привязались. И, естественно, это все сказывается и на показателях журнала, что всегда приятно, но, может быть, даже важнее, что это сказывается и на показателях тех авторов, которые публикуются в ваших журналах, а, соответственно, авторы довольны и журналу хорошо, как говорится. Поэтому, в целом, наверное, основная задача, которую решает система, это повышение конкурентоспособности журнала, привлечение авторов, привлечение хороших рецензентов. Ну, то есть вот работа такая, которая, собственно говоря, типична для издательской деятельности. Ну, и вторая важная часть, которая, на мой взгляд, даже интереснее, если первая, это все-таки такой технический вопрос, то вторая, это уже вопрос выстраивания правильной редакционно-издательской политики. И здесь очень помогает какая-то аналитика и статистика, которую в этой системе можно получать. Касается она и того набора публикаций, который есть в журнале, и тех авторов, которые в ней публикуются, и кто цитирует журнал, и кто рецензент, и кто читает, откуда, география. Очень много-много чего можно в этой системе получить. И, соответственно, выстраивать свою политику, свое развитие на основании уже не просто каких-то таких внутренних ощущений, но на основании вот четких статистических данных, какие-то разделы в журнале, может быть, уже неинтересные, и не пользуются спросом, их нужно вообще убирать, а какие-то, наоборот, добавлять. В общем, это все видно, когда мы смотрим это и в динамике, и смотрим в таком статистическом виде, получаем гораздо более точную информацию о журнале. Ну, значит, несколько слов хочу сказать о новой анкете, которую мы запустили, по-моему, год назад, да? Значит, сейчас она содержит, там, многие уже из вас ее запомнили, примерно 64% от всех журналов, индексированных в «Фринц» запомнили эту анкету. Ну, остальных мы призываем это сделать, поскольку уже, видимо, вот показатели за 2020 год, которые мы сейчас как раз собираемся рассчитывать где-то в июне месяце, уже, наверное, мы будем здесь какие-то вводить уже определенные ограничения, то есть для тех журналов, которые не перерегистрировались, эти показатели рассчитываться не будут. Почему мы все-таки наставим, чтобы этот процесс был закончен всеми журналами? Поскольку, ну, действительно, мы получаем в результате важную дополнительную информацию. Опять же, она важна не только для нас и для вас, вот с точки зрения каких-то аналитических исследований, она важна и для редакторов журналов, поскольку вся информация о составе редколлегии, она в этих анкетах присутствует, более того, каждый член редколлегии идентифицируется, и в его профиле, в профиле как ученого появляется дополнительная информация, где указано, что этот человек, этот ученый, значит, является главным редактором или редактором в таких-то журналах, это, безусловно, очень полезная информация и интересная. То же самое касается и организаций. Даже где-то в отчетности, насколько я знаю, сейчас учитывается издательская деятельность научных организаций, и в профилях организаций тоже появляется эта информация, какие журналы издаются, по каким тематикам и так далее, на каком уровне эти журналы находятся. В общем, в анкете много чего полезного есть, и поэтому мы по-прежнему призываем здесь не расслабляться. Более того, те, кто уже заполнил анкету, не забывайте периодически заходить и уточнять эту информацию, потому что, естественно, редколлегия – это тоже живой механизм, люди меняются, кто-то кого-то заменяет, ротация есть, это желательно в анкетах отражать. Причем старых, кстати, можно не удалять, можно просто ставить годы, что человек закончил в таком-то году участвовать в работе редколлегии, но все равно в его профиле эта информация в этом случае останется. Ну вот здесь просто несколько слайдов, как это выглядит уже на сайте Evo.ru, когда анкета заполнена. Здесь гораздо больше информации, чем было раньше, в том числе и учредителей. И вот редколлегия, где каждый из людей идентифицирован, показан из какой он организации. Вот здесь проиллюстрировано, как в профиле конкретного автора указан список всех изданий, где он участвует в том или ином виде – главным редактором или членом редколлегии и так далее. Что касается управления контентом. Я уже сказал, что издатель в системе Science Space получает полный контроль над своей информацией. Из того, что изменилось по сравнению с тем, что было раньше, то есть когда все грузилось через определенную нашу систему, централизованную загрузки, мы теперь поддерживаем три языка. Раньше у нас было только два, как правило, это был русский и английский. Теперь, поскольку проект RINC расширился уже за границей России, и довольно много журналов есть из соседних государств, и там нередко ситуация, что статьи в журнале публикуются на трех языках – русском, английском и национальном каком-то языке. Мы в результате эту функциональность добавили, теперь это все четко и понятно, и есть возможность вводить метаданные сразу на трех языках. Привязка внешних ссылок на журнал. Я уже тоже сказал, что, конечно, достаточно много ссылок, где какие-то ошибки, неправильно напишенные названия, формат ссылки какой-то, который не позволяет ее правильно разобрать, и ссылки остаются непривязаны, неидентифицированы, и журналы в зачет не идут. Вот такие ссылки можно уже находить и идентифицировать, то есть привязывать журнал или конкретные публикации в этом журнале, что тоже, естественно, полезно. Объединение оригинальной переводной версии – тоже известная проблема для тех журналов, которые имеют такие версии, поскольку фактически получается, что это два отдельных журнала часто, и учитываются они отдельно, цитирование идет отдельно. В РИНС, как вы знаете, мы предпринимаем определенные усилия, чтобы эти журналы объединить и считать показатели как цельный такой журнал, включающий и английскую, и русскую версию. Вот теперь этим процессом можно управлять и самостоятельно издателю. А сложность заключается там в том, что нужно поставить в соответствии каждой статье из русской версии определенную статью в английской версии. Или бывает так, что там не один в один идет журнал в журнал, а из нескольких журналов выбирают статьи в один переводной и так далее. И пока такое соответствие не проставлено, мы не можем связать эти статьи и конкретно четко просчитать всю гиблиометрию по этому журналу. Вот в этом процессе издатель тоже в данном случае может поучаствовать. И если такие статьи находятся, которые наша система не смогла идентифицировать автоматически, то здесь их просто связать, указав, что это по сути одна статья, просто в двух вариантах. Ну и наконец обновление показателей. Тоже немаловажный момент. Иногда бывает нужно для какой-то отчетности или просто из интереса просчитать показатели не в тот момент, когда мы их централизованно пересчитываем. Это происходит достаточно редко. А вот просто необходимо, допустим, завтра, чтобы обновить все показатели, которые есть, с учетом новых дополнений, новых загрузок или каких-то исправлений. Вот это теперь можно будет тоже сделать самостоятельно в этой системе. Ну вот здесь проиллюстрировано в данном случае, видите, вот статья идет в каком-то журнале, который представлен на трех языках, и есть соответственное описание у него там на двух дополнительных языках, как это выглядит на сайте EvoA. Здесь я быстренько покажу буквально несколько слайдов, как это выглядит новая анкета, которая заполняется в журнале. Скажу сразу, что подробнее про это будет на нашей секции, которая будет в четверг утром. Там мы будем рассказывать уже по интерфейсу, более детально по возможностям. Сегодня я просто так по общим каким-то функциональным возможностям пробегусь достаточно кратко. Вот здесь видно, что можно идентифицировать конкретного автора, конкретные ссылки. Все это, собственно говоря, теперь в руках издательства. Такие инструменты есть. Аналитика. Здесь выделю такой момент. Всегда интересно сравнивать журнал с какими-то журналами, которые либо похожи по тематике, либо в какой-то одной, скажем, такой весовой категории находятся. Поэтому в системе есть возможность сравнивать журналы в пределах определенных референтных групп. То есть либо вы используете референтные группы, которые там уже созданы заранее и существуют. Например, вы смотрите, как журнал смотрится на уровне квартиры, или там Web of Science, или Scopus, или там RSI, или на перечне ВАК. Либо вы можете создать свои какие-то подборки журналов, с которыми вы, собственно, хотите сравнить этот журнал, как он выглядит, по каким показателям, где лучше, где хуже. Вот такая возможность в этой системе есть. Вы создаете любые подборки, и внутри журнала у вас есть инфографика для того, чтобы понимать свое место во всем этом многообразии различных журналов. Ну и, конечно же, очень интересно и востребована эта динамика, поскольку в Ринц накоплена уже большая информация. Ну, Ринц, как вы знаете, уже с 2006 года существует, но на самом деле много данных есть и более старых периодов. По крайней мере, 15 лет у нас точно уже есть достаточно полная информация по российским журналам, и, конечно, это уже неплохой диапазон для аналитики такой хронологической, что меняется, как распределяется там спектр тематик и так далее. И вот в инфографике это все очень интересно представлено, много разных показателей, которые можно посмотреть, как они меняются со временем, как они распределены в каких-то графиках, диаграммах и так далее. Я не буду сейчас подробно остановиться, просто несколько слайдов покажу. Вот, кстати, как раз сравнение в пределах референтных групп. Здесь у вас есть некоторые показатели, которые визуализируют, скажем так, место журнала в ряду себе подобных или в ряду конкретной референтной группы. Даже если, кстати, этот журнал не входит в эту референтную группу. Динамика развития научных направлений тоже интересно бывает. Посмотреть, что происходит с публикациями в журнале. Особенно, если эти журналы какие-то, скажем, охватывают несколько тематик, или даже мультидисциплинарные. Появилась у нас, значит, возможность распределения по географии. То есть можно смотреть, как публикации распределены, из каких там регионов, стран, приходят статьи, авторы, откуда цитируются и так далее. Ну, достаточно много всего интересного, что уже, в общем-то, для аналитики, для принятия каких-то осознанных решений, информация весьма полезная. Что еще есть в SciencePace? Ну, во-первых, автоматическая отправка данных в различные внешние системы. Здесь мы исходим из подхода, что, конечно, желательно, значит, издателя освободить от каких-то рутинных работ, связанных с работой в разных системах. Ну, все, кто, значит, этим занимается, прекрасно знаете, что в каждой системе свои форматы, своя система регистрации, нужно издателю в современном уже таком мире в кучу разных систем отправлять метаданные, готовить там, отслеживать ошибки, исправления и так далее. Вот. На наш взгляд, если вы это сделали уже один раз в системе SciencePace или в RINC, то, в общем-то, гораздо проще нам эту информацию уже транслировать в любые внешние системы, чтобы не заставлять издателей заниматься двойной, тройной там работой, каждый раз, вот, собственно говоря, повторяя одно и то же, просто в разных форматах. Тем более, поскольку сейчас в SciencePace есть возможность эту информацию доводить до совершенства, вносить любые исправления в любой момент, то, в общем-то, можно ожидать, что качество тоже этой информации, которая будет транслироваться в какие-то внешние поисковые системы, там, глиметрические базы данных. В тот же CrossRev тоже метаданные поставляются вместе в процессе регистрации. Дальше, рецензии, значит, тоже новая возможность. Вы знаете, что мы уже последний год собираем, нет, уже, наверное, два года, да, мы собираем рецензии, и, в общем-то, довольно много журналов перешло на эту модель, когда рецензии поставляются вместе с метаданными самих публикаций. Часть из этих рецензий открывается для всех, большая часть просто как метаданные, но они не показываются пользователям на портале, но, тем не менее, это полезная информация, и она позволяет, опять же, вспоминая о наших любимых авторах, да, и рецензентах, эту информацию учитывать в их авторских профилях. То есть у рецензента в авторском профиле показывается дополнительная информация, что он в таких-то, таких-то журналах участвовал, работал в качестве, или работает в качестве рецензента. Это действительно немаловажно, на мой взгляд, потому что деятельность вот именно экспертная человека, на наш взгляд, сильно недооценена сейчас, и нигде никак вообще, по сути, не оценивается и не учитывается, а было бы хорошо, чтобы все-таки это важнейшая, скажем, часть, она каким-то образом учитывалась и ценилась, да, в научном сообществе. Информация финансовой поддержки, значит, тоже новый блок, который добавился, теперь можно структурированно вводить информацию, указывать конкретно гранты или какие-то контракты, в рамках которых было финансирование. Конечно, это тоже интересно с точки зрения дальнейшей аналитики, когда эта информация будет накапливаться. Мы про это будем тоже говорить на презентации, которая будет в четверг. В целом мы начинаем работать по сбору информации о различных НИР, то есть не только публикационную активность, но и активность, связанную с грантовой деятельностью, с выполнением каких-то научно-исследовательских работ в разных видах. Тоже это очень важная часть, мы все понимаем, с точки зрения научной деятельности. Один из аспектов, который необходимо учитывать, если мы хотим комплексно учитывать научную деятельность, будь то там ученые или научная организация, какой-то научный коллектив. Поэтому такая возможность теперь тоже здесь есть. Ну и, наконец, ретракция, куда же без нее. В последнее время очень такое, скажем так, важное направление в деятельности любой редакции, периодически так или иначе возникают случаи, когда нужно ретракцию сделать. Если раньше для этого нужно было обращаться с службой поддержки, писать какие-то письма или что-то такое, не очень удобный механизм, то теперь это можно сделать самостоятельно, войдя в нужную публикацию, естественно, свою вашего издательства и, значит, заполнив там определенные поля, ретрагировать данную, отозвать эту статью и в целом все, как бы, работает автоматически. Интеграция системы антиплагиат тоже в системе SciencePace реализована, то есть вы можете, значит, рукописи, которые поступают в редакцию, предварительно прогонять через антиплагиат. Все это запросы прямо идут из интерфейса системы в антиплагиат. Туда же мы получаем отчет. Этот отчет точно так же хранится, как, допустим, те же рецензии. В принципе, даже по желанию издателя он может на странице публикации показываться, ну, как бы, если такое желание будет у самого издателя. Но в любом случае полезный функционал, достаточно востребованный, причем имеет смысл проверять даже не один раз эту статью, а уже непосредственно перед публикацией еще раз. Во всяком случае, такая возможность теперь есть. Ну и несколько связанных в результате вот этого наличия таких возможностей связанного функционала поддержка онлайн-фюст. Понятно, что когда вы имеете возможность управлять полностью своим контентом, вы можете загрузить вначале, допустим, статью в формате онлайн-фюст, где будет не вся информация, а условно там не будет, допустим, номера выпуска или страниц, но статья вот как некий припринт уже будет присутствовать и доступна всем пользователям e-Liber даже может транслироваться какие-то внешние поисковые системы и базы данных. Единственное, как вы знаете, требование это нужно, чтобы был до и уже присвоен. А потом, когда статья уже будет окончательно, значит, получит свое место в том или ином выпуске вашего журнала, эти данные просто, значит, обновляются и заменяются на актуальные, при этом до и сохраняются, и связь, все те авторы, кто уже процитировал эту статью, они все будут попадать в правильное, по правильной ссылке. Вот. Такая возможность теперь, естественно, в этой системе появляется. Опять же, поддержка модели гибридного открытого доступа. Сейчас в Евайбе реализовано так, что вы просто при заключении договора указываете, что вот, допустим, у нас журнал подписной, то есть доступ закрытый по умолчанию, или журнал открытого доступа, то есть он для всех открыт. Теперь вы можете гибко управлять системой, то есть вы можете какие-то статьи, например, открывать для всех, значит, даже если у вас подписной журнал, и этим процессом управлять. Либо дополнительный материал, опять же, тоже настраивать все это на уровне конкретных статей. Точно так же, кстати, и с рецензиями. Тоже иногда бывает, что есть очень интересные рецензии, которые просто хочется показать научному сообществу и открыть, вот, а там большая часть рецензий при этом будет закрыта. То есть вы тоже этим процессом можете управлять в системе. Значит, дополнительные файлы к статьям. Не только файлы, но и ссылки. Значит, тоже новая возможность. Любые материалы дополнительные, будь то данные, что сейчас очень становится популярным, будь то какие-то медиафайлы там, или видео какие-то там на Ютюбе, где-то еще. Значит, либо в виде файлов, либо в виде ссылок на внешний ресурс вы можете добавлять, прикреплять их к публикациям. Причем это могут быть не только файлы, это могут быть какие-то связанные другие документы. Например, там у этой статьи вышло продолжение, вы можете связать его, или там какой-то отзыв. Ну, много есть вариантов вот таких связей. Вот все это можно в системе реализовывать, и потом появляются уже в интерфейсе в абрис ссылочки, которые позволяют найти связанные документы или связанные дополнительные материалы пользователю переходить. Доступ к статьям для их авторов. Ну, в принципе, простая вещь, да, как вы знаете, раньше вот рассылались, допустим, авторам, значит, вот копии их собственных статей. Сейчас, поскольку это неактуально уже, с точки зрения печатных журналов, постепенно отмирает, но, тем не менее, считается, мне кажется, хорошим таким тоном для авторов открывать доступ. Ну, в принципе, это можно легко сделать на Эвайбере автоматически в рамках этой системы, поскольку мы, если авторы идентифицированы, то мы можем легко ему открыть доступ к его собственной публикации. Мне кажется, это вполне нормальный подход. Следующий момент такой, скажем, экспериментальный. Роль авторов в публикации. Ну, вы знаете, идут споры, фрактальный учет или целиком цитирование, но, тем не менее, роль автора, она штука такая, которую довольно сложно просчитать на каких-то цифрах. Иногда бывает, что один человек сделал практически всю публикацию, а остальные просто приписаны в соавторы по каким-то причинам. И здесь довольно сложно это заранее предсказать и как-то учитывать. Но, тем не менее, гораздо более правильным подходом, на наш взгляд, является указание ролей конкретных авторов, кто из авторского коллектива чем занимался в рамках самого исследования и подготовки работы к публикации. Кто-то делал эксперименты, кто-то отвечал за расчеты, кто-то занимался, не знаю, сбором материалов или просто научным руководством. Все эти роли есть стандартный список таких ролей. Как бы не мы его придумали, а он международный, мы его просто перевели, эта возможность в системе реализована. Поэтому мы сейчас ищем издателей, которые бы попробовали у себя внедрить такую модель и эту информацию указывать, мне кажется, было бы очень интересно. Ну и, наконец, поиск и подбор экспертов тоже очень важная функция. Она идет в дополнительной опции к системе Science Space. Поскольку, как вы знаете, в системе Science Index зарегистрировано там, по-моему, более 600 тысяч ученых сейчас на данный момент. Естественно, эти же ученые, это и ваши авторы, это же и ваши рецензенты. И бывает иногда нужно найти рецензента под конкретную публикацию, которой достаточно специфично, не так много людей может этим занимать. В системе это можно легко сделать, поскольку мы знаем, кто чем занимается, на каком уровне, и даже по каким-то узким направлениям, по ключевым словам, можно подобрать нужного рецензента и пригласить его выполнить эту работу. Ну и, наконец, электронная редакция, которая сейчас в базовую версию тоже не входит, идет опционально. Мы ее заканчиваем, и она появится тоже в этой системе. То есть возможность полностью работы с рецензированием и там, на самом деле, все стадии процесса, которые есть, это не только рецензирование, это и научное редактирование, корректура, переводы, это все как бы в системе реализовано как комплексное некоторое решение уже для редакции. Ну и, наконец, последний слайд. Я хотел бы просто анонсировать те выступления, которые будут в четверг, те вопросы, которые мы там будем обсуждать. Ну, во-первых, как я уже сказал, подробнее будет рассказано о Science Space и каких-то ее возможностях и интерфейсах. Дальше будет подробнее рассказано о сервисе до и на e-labor.ru, но не столько, мы даже о сервисе, сколько о тех вопросах, которые в процессе работы с ДОИ возникают. И вообще о том, какая ситуация с присоединением ДОИ у нас сейчас, значит, в российских журналах имеет место. Мы на самом деле прогнали все российские журналы, и не только журналы, все российские публикации, которые есть вообще в РИНС по, значит, базам данных Crossref и DataSite, и, значит, смогли посчитать статистику, что происходит, где, кто, как, насколько полно сейчас этот процесс, значит, насколько полно все журналы уже используют ДОИ в своей деятельности, вот про это мы тоже все будем рассказывать. Новый регламент РИНС у нас вступает в силу, о нем тоже будет, значит, разговор. Об РССИА я, значит, не сказал, ну, вот тоже будем там про это говорить, значит, там сейчас как раз грядет обновление, буквально вот сейчас уже, по-моему, на сайте уже есть новая версия, то есть количество журналов там увеличилось, они уже, значит, в каталоге журналов представлены. Новый рейтинг Science Index тоже интересный, очень интересный вопрос, значит, будет достаточно сильно изменен, каким образом, вот про это мы как раз поговорим, но мы, может быть, еще несколько слов расскажем про новый показатель, который мы ввели не так давно, это показатель ученых процентиль, ну, и я уже упоминал, что мы теперь вот учитываем НИР, в системе Science Index тоже про это будет отдельный, отдельный разговор. Субтитры создавал DimaTorzok